Приветствую вас, и чтобы ответить на вопрос, который был вам задан, нужно попытаться понять, а что, собственно говоря, двигает, полагает человеком, когда он учит вас жизни, когда он пытается, значит, вас как-то развивать, по его пониманию, как вот вы пишете. Что такое его найм? Первое, что приходит на ум, это желание вам помочь. Просто искреннее желание помочь другу, судьба и жизнь которого волнует человек. Желание, прямо скажем, вполне естественное и нормально. Каждый человек хочет помочь другому человеку в пределах своих возможностей, в пределах своего понимания. И это хорошо. Это показатель искренности отношения к вам. Относиться к этому нужно с благодарностью, но четко понимать, что, поскольку ценности разные, то и взгляды разные, и поведение тоже разное. И если это поведение, которое, скажем так, диктует вам ваш друг, не подходит для вас, то нет ничего зазорного, ненормального в том, чтобы ему не следовать. Потому что, если вы последуете ему, то вы как бы придадите свои идеалы и женности, а это нехорошо, это вас ломает. Но нужно быть благодарным другу, нужно прислушиваться к его мнению. И, может быть, какое-то рациональное зерно, может быть, что-то в его словах, что он вам говорит, вы увидите полезное для себя, не противоречащее вашим ценам. И вот это нужно сделать. То есть, относиться к сломам вашего друга необходимо с пониманием многодатности, но критически пропуская железь призмы своих ценностей. Дальше, следующее, что приходит на ум, это отношение к вам как к менее опытному человеку, менее опытному спортсёру, в силу возраста. Вот у вас есть разница в возрасте, как вы сказали, что он старший возраст. Значит, масонное такое отношение. Ну, здесь, опять-таки, есть своя тонкость. Она заключается в том-то, если за несколько лет вы не смогли человеку доказать, что вы, в общем-то, уже взрослый, и что вы, в общем-то, уже, как бы, достаточно самостоятельный, чтобы не учить вас о шине, особенно, когда вы не взрослый, то вряд ли вы это уже сможете сделать. И вам на самом деле доступны только два варианта развития событий. Либо вы такое отношение принимаете, просто потому что, видимо, человек по-другому не моден. И понимаете, что, скорее всего, вашему другу нужен кто-то, кого он учит. То есть, вы нужны ему для этого. Не только для этого, но для этого тоже. Такова потребность вашего друга, кого-то учить. Его он учит. То есть, у вас выбор, либо принимать такое отношение к себе, для друга, то есть, вы вот молча выслушите все, что он вам говорит, головой покиваете, согласитесь с ним, ради него. Особенно сделайте так, как считаете нужно. Это ваше право, ваш выбор. Либо, если вам не нравится, как обстоят дела, если вам не нравится ситуация с вашими отношениями, то вы от такого человека дистанцируете. Или скажете ему примерно следующее, что, пожалуйста, не нужно учить меня жить, если я тебя об этом не прошу. То, что я рассказываю тебе, делюсь с тобой, это одно. Но совершенно не нужно давать мне обратную связь, совершенно не нужно рассказывать мне, как поступать. Я разберусь с этим самостоятельно. Но ты, пожалуйста, если можешь, как друг, просто выслуши меня, поддержи меня, побыть рядом и все. Не нужно меня учить жить. Так вы можете сказать вашему другу, если вам не приятно то, что он говорит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Всегда помогу. Объясню, все расскажу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.